Припоминается мне 2013 год, когда был поединок, заявленный неким человеком на большие деньги в Америке. Он не состоялся, этот турнир. Подхватило знамя нам известное UAL, Ultimate Arrestling League. И они организовали обычный простенький турнир с небольшим призовым фондом, но только для того, чтобы эти люди, которые приехали, остались обманутыми, попробовали свои силы и поборолись. Многие отказались. То же самое Андрей Пушкар приехал и отказался от этого поединка. Но был такой Олег Жох, на котором не было ничего было терять. Начал бороться, играл поединки, легко. И Роберт Дрэнк говорит, а поборолся бы Олег Жох с Девуном воротом налево в руку. Олег Жох подошел ко мне и спрашивает, Игорь, что делать? Я говорю, я на твоем двумя месте согласился. С двух причин. Ты проиграешь, ничего не потеряешь. А выиграешь, то получишь вот этот чек с пятью тысяч долларов. На кону лежал чек пять тысяч долларов. Когда Ларат услышал о том, что может побороться с Олегом Жохом, его же ответ был неоднозначный. Он не сказал сразу, ура, вперед, боремся. Он сказал, а можно это поделить, скажем, три с половиной выигрыша, полторы тысячи проигрыша. То есть уже тогда человек начал думать, а что будет, если вот так получится. Так вот, на тот момент, я считаю, что если бы мы специально готовили этот поединок, скорее всего, его не было. А то, что он был там на месте, и уже некуда было деваться. А деньги манили? А деньги манили, но ему было что терять, а нам не было что терять. И он согласился. Мы видели этот поединок, нервный достаточно. Олег атаковал, был какой-то перевес сил, мы это все видели. Но этот поединок длился только три раунда. Полноценный поединок, армфайл, он должен быть минимум. Не минимум, а оптимально шесть раундов. Этого не было. То есть он на все вопросы только добавил вопросов, но не ответил вам. Да, Олег проиграл, но в этом поединке героем он остался. И это правда. На сегодняшний день тот, кто проиграет в поединке между Денисом Цыпленковым и Лоратом, тут будет, как говорится, настоящий проигрыш. Или один, или другой просто себе может перечеркнуть в каком-то смысле карьеру. Но скажем, Денису это без разницы, он боец. Он хочет бороться. Даже если он проиграет, он будет дальше бороться. Это совершенно другой человек. А я вот не знаю, насколько готов поделиться своей частью жизни и карьеры Лоратом. Но на сегодняшний день не только Денис может быть его оппонентом. Тот же самый Олег Жох с удовольствием хочет его пригласить побороться на левую руку. Он готов, говорит Игорь, бороться хоть сейчас. Не без разницы. А готов ли Лорат побороться намного легче от себя парнем с Украиной? Не знаю. Вся правда о силовых видах спорта на канале Железный Рейтинг.